Всем дратути, новый день, мы топаем в Магас, уже вечер. Не взял я петличку, будет фиговый звук, но просто на скорую руку. Ничего себе, у нас яму на дороге заделали. Свершилось! Прям на выборы заделали дыру в дороге. А до этого почему не получалось? Почему она два месяца здесь была, непонятно. Ну как президент теперь новый старый. А, Полина говорит, новый президент теперь, вот и заделали. Выглядело так, будто мы ее заделывать не будем, потому что по технологии неправильно. Асфальт просел, потому что упала конструкция водостока, там проходит ручей с завода. Бетон провалился, и поэтому дорога просела. Я думал, они ее типа чинить собираются. Нет, они все-таки кинули сверху асфальт. Сейчас еще по городу идет, да, ремонт дорог. Я вчера это показывал. И Полина смотрела новости, российские, не сочинские. И там мельком, очень вкратце упомянули, что в Сочи тоже производится ремонт дороги. Так мы вчера там были. Ага, той самой, которую мы и сами снимали. Забавно повесили наклейки продажа. Наверное, имеется вот это вот здание. Это было зданием. Но вот там есть люк внутрь. Очевидно, это теперь забор. Сломали стены и сломали крышу. И это теперь выполняет функцию забора. Но не это главное. Тут многие говорят, что вся эта территория была передана в другие руки. Там будут строить жилой комплекс. И даже есть план этого всего дела. Как там планируется понастроить новых жилых комплексов. Обратите внимание, стоит автомобиль чистенький, новый, современный. Он бы мог стоять на красивой улице с лужайками, с красивыми эстетичными домами. А тут мрак и ужас вокруг. Давайте забор посмотрим, потому что это историческая фигня для района. Тут очень долго был каменный красивый забор хороший. Его разломали. Залили основание бетонное под новый. И похоже, забор новый будет очень дешевый и простой. Просто металлические опоры и бетонное основание. И если они еще накрутят сюда обычные листы железные, как все делают, это будет ужасный даунгрейд. Полина настаивает, что его немножко сдвинули внутрь двора. И видимо, именно в этом может быть причина того, что их принудили его снести. И какое-нибудь обращение в ящик почтовый кинули, да, что уведомляем вас, что ваш забор стоит не по границам участка. Мы с Полиной идем в магазины, в супермаркеты, в надежде найти там коробки. Мне нужно мои вещи перебрать, которые дома лежат. Отобрать, которые еще сохранились. Хорошие вещи отобрать от тех, что уже разрушены, съедены крысами и плесенью. И идея такая, в мою комнату основную, откуда сестра съехала, поставить коробки с хорошими вещами. Отобрать их, протереть их спиртовыми салфетками от плесени. Скотч наклеить, подписать надписи, как это делается при переезде. И пока пусть стоит. Но может меня мысль переехать добьет все-таки из-за собак. Тут еще время года неподходящее вроде, чтобы переезжать. И не осень, и не лето. Море не поиспользуешь, не покупаешься. Они это называют реликтовым лесом. Это смешно все читать. Здесь такое захолустье. Они пишут реликтовый лес и пишут дикая роскошь. Это просто дичь. А не роскошь. Да. Вот это пылища. А я с Фалдом пошел. Ему же набьется шарнир всякого дерьмеца. Помните эту жигу? Ее разбирают просто на части. Колес нет. Плоси как будто вынули. Фар бампера нет. Просто как донора привезли на запчасти. Это очень печально. А приехала еще с номерами целая. Какая семерочка низкая. Кайф. И тонирована. Зачет. Че, пневма что ли? А, тут всегда. Крутотень. Да. Или это пятерка. Если это пятера, то вообще уважуха. Это пятерик. А я ее обозвал семерой. Какая красотка, а. Да, помнишь. И тоже очень низкие. Или там щепиленные пружины. Или тоже на пневме. Две единички рядом прям стоят. Как будто кто-то их оптом купил и пригнал в одно место. Зацените дом необычный немного. Крыша такая полукруглая. И здесь он поворачивает. И окна такими полукругами сделаны. Срезанные. Ух ты. И вот там еще один такой виток. Его же можно четырьмя секциями вот такими, нарубленные на четыре секции, круг сделать. Так такие таунхаусы можно делать. И каждая из этих секций одной семье принадлежит. Представь, круг порубленный на четыре секции. И вот так вот, как шестеренка, как вентилятор. Разделены. И одна секция одной семье. Разделена. Но этот, наверное, не так. Но на это намекает. Мы подходим к склад-магазину Доброцен. И надеемся, что нам там выдадут коробок. Если нет, то придется идти куда-нибудь в Магнит. Спрашивать. Или в Пятерочку. Да, это же молоток. Мы как-то купили дешевый молоток. Он был с металлической полой, внутри пустой ручкой. И он просто согнулся. Когда принял вот сюда нагрузку на ручку, он просто согнулся. Тот стоил 150 рублей вроде молоток. А этот я не знаю. Тут нет цены, как всегда. Тут очень много корма для собак. Мы сейчас выходили, соседка вышла. И давай про маминых собак говорить. Но она еще сдержанно так говорит. Они ужасно громко тявкают. Звуки противные издают. А она говорит, типа, зачем они... Вау, плесневый хлеб. Вот это да. Не только у меня такой есть. Смотрите. Да, плесневый хлеб. Мы такой имеем хлеб. Вот таких бы мне коробок достать много. Штук 16. Но... Где их взять-то? Я уверен, их в каких-то магазинах выкидывают кучами. О, набор ключей. 440 рублей. А я покупал за 550, что ли, или еще дороже. Вот мне сцепление прокачивать. Восьмерочка, кажется, нужна. Есть такой здесь. Мой уже поржавел. Буду знать, куда бежать. Хотя, чего куда бежать? Здесь раньше были лампочки и были удлинители. А сейчас вот этого всего нет. Здесь товары появляются только временно. На чипсах написано 5D. Забавно. 5D чипсы. Это не так, что если вы сесть, алипать, что-то подолсеешь на польше. Точно, да. Способ разжиреть. Для тех, кто слишком сильно похудел и не может выносить себя худым и стройным. Килограмм. Нам выдали коробок, но маленькие совсем. В них влезут кружки, вилки, ложки, видеокарты. Такие стаканчики какие-то. Вот они такие, совсем компактные. Дома покажу. Много вещей туда не влезет. Не влезет ни, к примеру, одежда, кулеры воздушные. От компании, наверное, тоже не влезут. Короче, нужны где-то более здоровые коробки. Где их брать? В овощном где-то магазине. Женщина в магазине сказала, что большие они все порезали. Представьте, их уничтожают. Мы по пути в супермаркете Магнит еще взяли коробок от бананов. И вот так это выглядит. Полина уже устала их нести. Уже жалуется, что неприятно ей, дискомфортно. Но, может быть, мои легче. Сейчас попробуем поменяться. Вот такие вот коробочки банановые. Вот этих вроде две. И вот несколько мелких. Там еще Полина вторую партию никак не может донести. Постоянно по пути где-то останавливается. Чего-то ждет. Ну, какую-то мелочь я сюда смогу положить. Один только значительный минус. У банановых внизу дырка на пузе. И туда нужно подкладывать дополнительную картонку. Ну, завтра, если будет здоровье и настроение, полезу перебирать свои вещи. Сортировать. Годные, а это не очень. Что еще можно забрать? Скотч, думаю, наклеить, подписать, что это такое. Знаете, картины из зарубежных фильмов, когда подъезжает при переезде грузовик с жесткими бортами с кузовом. Открываются двери, и люди таскают коробки в новый дом, когда переезжают. Пока я спал, Полина нажарила двух видов блинчиков. Сделала одни с какао, другие такие же томатные. Посидели, покушали. Посмотрел видео, несколько штук на ютубе. Сижу, перемещаю фильмы, а потом буду снова конвертировать. Формулу-1 конвертировать, и к фильмам нужно клеить превьюшки. Правда, времени уже много, и много я сегодня сделать их не успею. Но, сделаю, что смогу. Смартфонов очередь на зарядку выстроилась. Сейчас второй флот заряжается. Потом поставлю ешку. Потом пятый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всегда в него не играл У нас был какой-то Гарри Поттер на PlayStation 1 Но первый или второй я точно не помню И играть в него скорее мама, кажется, пыталась, чем я Я всё-таки машинками там, гоночками увлекался всякими Crash Team Racing А теперь можно заценить Кстати, он полностью на русском языке И тексты, даже озвучку сделали на русском Это удивительно Карточку волшебника Она будет полиумагией Нажми выбор После этого ты увидишь свои полиумагии Карточки волшебника Существует воссепь магических карт Серебряные карточки И четыре особы золотые Но она совершенно другая Не такая, как на компьютере Я комповую версию ещё не прошёл Пока в процессе Но здесь вот другая версия на PSP Так выглядит довольно красиво Начало природное Дома у семейства Уизли Зомбия на PSP Вторые И первые есть, и вторые Круто, что сделали Вот так вот зомбия выглядят на PSP Вполне хорошо Правда управление непривычное Для начала После смартфона Кнопки нужно изучить Но потом привыкаешь И нормально играется Первую часть я качал даже на Nokia себе На Ашу А на PSP вот сделали даже вторую Какая у меня шевелюрина такая Под шляпой Прикольная Незнайка Ладненько Посижу немного Поконвертирую видео Поиграю на PSP И буду потихоньку спать На то времени уже дофига А на завтра есть планы Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok